Привет! Спасибо всем за сердечки! Всегда так приятно, когда идут сердечки. Вообще очень-очень поддерживает. Спасибо, спасибо большое. Так, сейчас Facebook. А, всё. Вроде бы всё работает. Так, ну раз мы про красоту, как обычно, не на крышу. Так, про красоту, да, про красоту. Девочки дорогие, я сегодня решила рассказать вот прям по пунктам всё, что я делаю в плане ухода. Единственное, я хочу сразу предупредить, что, пожалуйста, то есть я не косметолог, я, пожалуйста, не расценивайте это как какие-то рекомендации, да, то есть всем подходят разные. Я тоже всю свою жизнь что-то пробовала, с кем-то советовалась, что-то мне подходило, что-то не подходило. Вот, и я остановилась на каком-то вот таком наборе своём. Совершенно не факт, что это подойдёт вам, да, поэтому я просто... Меня часто просили на эту тему сделать эфир, рассказать, поэтому я рассказываю, что делаю я. Ну, пожалуйста, 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 очень внимательно относитесь к себе, к своим ощущениям, то есть если вам что-то не подойдёт, или проконсультируйтесь, или не пользуйтесь. Потому что у меня такой своеобразный подход к уходу. Итак, сейчас я открою свой файлик, где я всё записала, про что хотела вам сегодня рассказать. Первое, с чего хочу начать, что вообще я очень мало занимаюсь красотой, гораздо меньше, чем мне бы хотелось бы, потому что мне всё время некогда, у меня всё время росли дети, всё время были какие-то увлечения, я то там медитирую в монастыре по два месяца в году, то я там, ну, ещё чем-то увлечена. Поэтому вот я почти ничего не делала, я всё пробовала, и щёткой растираться пробовала, и промасливание тоже пробовала, делаю, но редко, не могу сказать, что вот каждый день, вообще так, от случая к случаю, и так далее. То есть вот почти ничего я не делаю. Косметологой была я за свою жизнь два раза, тоже потому что мне некогда два раза, когда мне подарили сертификат, я сходила к косметологу. Она сказала, что у меня для моего возраста отличная кожа, и я успокоилась. Вот, недосыпав у меня было, как у всех, понятно, четверо детей, кормила я там достаточно долго у каждого ребёнка, то есть, ну, в общем, нормальная такая материнская доля. Стрессов тоже достаточно, в общем, более-менее всё, как у всех. Ну, и я не могу сказать, то есть, у меня нет такой цели молодо выглядеть, у меня нет такой цели, мне очень нравятся мои морщинки, мне нравится, как я старею, у меня есть целая доска в Пинтересте, которая называется «Красивая старость», и всем искренне рекомендую, могу поделиться ссылкой на мою доску, но вы можете создать свою, какие бывают красивые женщины в старости, потрясающе. Это просто намного, мне кажется, интереснее, глубже, чем женщины, которые вот все такие, знаете, без морщин, и никакого выражения на лице. Вот, то есть, для меня, наверное, красота, это, конечно, в первую очередь то, что идёт изнутри, но про это я потом расскажу, давайте всё-таки про уход. А, доской поделюсь, доской поделюсь. Итак, значит, первая вещь своеобразная, которой я пользуюсь, это то, что я пользуюсь маслами вместо крема. Я их делаю эти масла сама, это очень легко, выбирается базовое масло по вашему типу кожи, то есть у меня кожа склонная к жирности, поэтому мне подходят какие-то лёгкие масла, типа миндального, виноградных косточек, абрикосовое, можно чуть-чуть зародышей пшеницы, их можно смешивать. Вот, мне не подходят какие-то тяжёлые масла для лица, там, кокосовые, ши, авокадо тоже мне не подходит. То есть выбирается масло по типу кожи, да, и по особенностям кожи, потому что там есть склонные к каким-то там, да, аллергиям, не склонные, у меня нет никаких аллергий ни на что, поэтому у меня нет никаких ограничений в этом смысле. И вот в это базовое масло я добавляю несколько капель эфирных масел, здесь можно тоже почитать, у каждого эфирного масла есть свои какие-то особенности, я выбираю по воздействию, да, то есть как каждое масло, какое масло действует, и по запаху, аромату. Я очень люблю ароматы, я такой нюхач, я, у меня вот тут аромалампа стоит, я очень люблю создавать ароматы везде, у меня даже в гардеробной висит такая штучка из, можно делать из воска такие пластинки, можно делать из смеси там воск, какие-то масла и так далее, с эфирными маслами, и она прям такой аромат затоит, и я добавляю те масла, которые мне нравятся аромат, для лица я использую всегда розу, плюс что-то еще, вот для зрелой кожи хорошо латан работает, мне очень нравится еще и ланг и ланг, просто по аромату, обязательно нужно изучать качество масел, потому что эфирные масла бывают очень разного качества, и они по ароматам абсолютно отличаются, то есть масла, которые мне очень нравятся по качеству, это Дутера и это Янг Ливен, они, в общем-то, у них, они когда-то это была одна команда, потом они разделились, из Янг Ливена ушла команда и сделала Дутера, но и те, и другие масла очень-очень качественные, и даже по аромату сразу можно отличить, аромат абсолютно другой. И вот эти вот масла, их даже можно принимать внутрь, что тоже прикольно, например, можно кофе с лавандой там, что-нибудь такое подумывать. Так, то есть я использую вместо масла, вместо крема масло, вот такое, у меня есть такие вот пузырьки с пипеточкой, я просто набираю, и, значит, наносить вот эти масла лучше на влажную кожу, ну, это один из методов, вот методы есть разные, если наносить на влажную кожу, то практически не остается жирного блеска, если блеск какой-то остался, его можно просто туалетной бумагой или салфеткой промокнуть, но у меня, ну, как бы не остается такого, что мне бы как-то не нравилось ничего. Вот. Я им пользуюсь и утром, и вечером. Единственное, если масло с эфирными маслами, лучше на солнце, на ярком его не использовать, поэтому если я иду загорать, тогда я пользуюсь просто каким-то чистым маслом, либо масло, которое вот специально для загара, есть очень классное масло, оно, правда, для тела, но я его на лицо тоже, когда я тут загорать наношу, это масло для загара Мира, есть такая российская компания косметики Мира. В принципе, если я что-то покупаю из косметики, я покупаю у них, они мне нравятся. А вот, бесплатная реклама, никто не без сговора, без всякого. Ничего за это не поимею. Так, да, это то, что касается крема. Дальше, вот вместе с маслами я использую уптаны. Пропорции какие? Вы знаете, я капаю чуть-чуть больше, то есть вот такой вот пузырек, я не знаю, сколько там точно, ну, вот небольшой пузырек, я на него капаю где-то до восьми даже капель у меня в общей сложности, получается, эфирных масел. То есть это такое прям, ну, даже может немножко пощипывать, у меня нет никаких аллергических реакций, моя кожа прекрасно это переносит, поэтому здесь нужно, опять же, консультироваться и проверять, пробовать на себя. Значит, вместе с маслом я использую уптан. Про уптаны мы писали в подписке. Их очень легко делать самой. Я просто, с учетом того, что я фанат, я собираю эти уптаны, если я еду куда-то в Индию или в Азию, и я там встречаю какой-то уптан, который мне нравится, как пахнет, то я, соответственно, его покупаю, и потом я их еще иногда смешиваю. Вот. Но, в принципе, ингредиенты можно использовать очень простые, то есть это овсяная мука как основа, можно смолоть хлопья в кофемолке, можно купить овсяную муку готовую, и можно туда добавить каких-то травок перемолотых, травки можно, опять же, по типу кожи подбирать. Ну, у нас был пост про уптаны, поэтому, если вот кому-то интересно, почитайте, там, правда, классная рецептура, прям вот классная для разных типов кожи, есть рецепты, поэтому посмотрите, Яна делилась у нас в подписке, вот такие рецепты классные. Стоит все копеек. Ну, то есть можно, конечно, и дорогие ингредиенты использовать, например, там, мне нравится в уптан добавлять моча, чай зеленый, он, ну, конечно, дорогой, да, ну, как бы сравнительно, но его туда не так уж много используется. Каждый день, да, я каждый день пользуюсь уптаном, утром, утром я пользуюсь уптаном, вечером я просто умываюсь. Значит, дальше вечером, вот когда я умылась, опять нанесла вот это масло свое, я, пока мы вечером смотрим какое-нибудь кино, мы сейчас все учим английский, все смотрим на английском, вот пока мы смотрим какое-нибудь кино на английском, я делаю зарядку для лица, но она занимает, реально, там, 5-7 минут, точка коротенькая, типа фейсбилдинга, мне его показала подружка в монастыре, я никуда не ходила учиться, я никаких не смотрела, ничего, она мне показала, я стала делать, мне понравилось, как у меня немножко, ну, как бы оформился овал лица. Это не, ну, как бы не помогает избежать морщинок, морщинки у меня все везде есть, все в порядке, все как у всех, вот, но в целом вот мне нравится, как овал лица выглядит, и мне нравится сама процедура, то есть вот когда я эти делаю все упражнения, у меня прям такое какое-то приятное ощущение, что вот я занимаюсь своей красотой. И еще я как-то в разных поездках купила один массажер и щеточку, такую очень приятную, то есть она такая мягкая, что я прямо кайф ловлю просто вот от этого ощущения мягкости, и я еще этими массажерами и щеточками потом лежу, и вот это вот себе все, значит, наглаживаю, просто чисто из удовольствия, то есть я не знаю, есть там какой-то эффект или нет, мне просто очень нравятся вот эти прикосновения, я тактильный очень человек, и мне вот это вот, вот это вот кайф. Так, это, в общем-то, все. Иногда, а, иногда я делаю, ну, где-то раз в неделю у меня получается это делать, я не в душе мою голову, я мою голову в ванной, лежу в ванной, и заодно делаю какую-нибудь маску для волоса, для лица. Маски я и покупаю готовые, потому что все-таки в готовых масках много есть каких-то компонентов, которые, во-первых, ну, гарантированно чистые, да, и по воздействию, ну, тоже понятно, как они воздействуют, ну, они плюс-минус несколько тысяч рублей обычно стоят, такие вот баночки, да, и хватает мне очень надолго, и я их просто чередую. Уптан в Москве можно купить, можно в индийских магазинах есть уптаны, недорогие, как правило, индийские специи, вот, где продаются. В принципе, уптан можно сделать самостоятельно, я говорю, это очень легко, это овсяная мука плюс травки или еще там какие-то компоненты, почитайте, у нас в подписке был прям пост с рецептурой, можно сделать, очень, очень легко это делается, копеек все это стоит. Так, щеточка гуаши, не знаю, что такое щеточка гуаши, я сейчас, сейчас могу детей поговорить. Марусечка, дочь, а можешь мне, пожалуйста, принести ведерко, которое с фломастерами рядом с диваном? У меня там мои щеточки, я девочкам покажу, какие у меня щеточки. Сейчас покажу. Я не знаю, как называется, я вам покажу просто, да. Я думаю, что есть очень разные варианты, можно просто вот, что вам понравилось, то и купить. Мне нравится вот эта идея расчета. А, вот, то есть я делаю маску для лица и для волос. Для волос тоже я покупаю готовую. Мне сейчас очень понравилось, знаете, есть фирма новая появилась, Урбан, что-то такое. Российская косметика, у них очень классные ароматы. Я, поскольку не ухач, я сразу чувствую натуральность масел в составе. У них очень, вот прям я ощущаю, что у них натуральный состав. Я, как бы, не так много читаю, что там в составе, хотя надо бы, но я вот по аромату ощущаю, что это что-то хорошее, правильное. Вот. У них есть тоже маска такая для волос, вот я иногда делаю. Но вообще очень простой способ сделать маску для волос это использовать обычное оливковое масло. Вот если вы оливковым маслом сделаете маску для волос, там, замотаете пленкой, полотенцем, и вы походите, не знаю, три часа, у вас волосы будут потрясающие. Так. Сейчас щеточки. Вот щеточка вот такая, такая. Ой, она такая, такая приятная вообще. Кайф. Кайф вообще такая. Вообще все. У меня тут же я теряю волю. От этих щеточек я теряю волю. Еще есть вот такой у меня массажер, но я им так с осторожностью, потому что он немножко тянет, вот когда его используешь, он так немножко тянет, но так чуть-чуть где-то можно покатать. Прикольные такие ощущения. А есть такие, я знаю, нефритовые ролики, но это у меня, знаете, мне когда вот что-то прям попадается по ходу дела, просто по дороге, то есть я специально никогда не заморачиваюсь, эти штуки не ищу. Но если вот я где-то наткнулась, я могу купить. Вот если как-нибудь наткнусь, то куплю этот ролик нефритовый. Так. И еще, наверное, стоит упомянуть, что я делаю каждое утро, вот еще до того, как я встану с постели, я делаю практику с яичком, если кто знает, практики с яичком, с нефритовым, опять же. Это прям у меня как ежедневное, как зубы почистить, мантры почитать, помедитировать, и вот практика с яичком тоже. Говорят, это тоже хорошо влияет на лицо. Вот, потому что энергия перестает утекать, она начинает течь правильно вверх, и, соответственно, лицо тоже влияет. Но, вот, в принципе, это все. Это весь мой уход за собой, весь. Но, я что хочу сказать. Самое главное, что, на мой взгляд, мне помогает поддерживать привлекательность внешнюю, это, конечно, работа с состояниями, и это медитация випассана. Потому что я еще, когда была совсем еще подростком, прочитала вот эту книжку «Портрет Дариана Грея», и она оставила очень глубокий след в моей душе. Потому что я как-то сразу поняла, что это правда, что вот к 40 годам мы будем иметь такую внешность, которая будет соответствовать нашим внутренним качествам. И если там по молодости мы можем внутри накапливать все, что угодно на лице, это может не отражаться, то с годами это обязательно отразится. И чем дальше, тем больше это будет отражаться. Поэтому любые неплохие качества, высокомерие, зависть, обиды, гнев, раздражительность, недовольство, ой, недовольство вообще очень хорошо на лице отражается, они со временем приводят к тому, что лицо становится непривлекательным. Не только лицо, но вот лицо это просто то, что в первую очередь видно. Да, с яичком это ионегимнастика, да. Вот, то есть это то, что проявится обязательно. И для того, чтобы вот в зрелом возрасте быть привлекательной, быть притягательной, на мой взгляд, самое главное, это, конечно, заботиться о своем внутреннем состоянии, о развитии правильных качеств, о расслаблении. Опять же, напряжение откуда берутся? Напряжение берутся от того, что у нас есть загрязнение в уме. И когда у нас эти загрязнения, постепенно, да, мы работаем с ними, то у нас хорошее настроение. Мы легкие, мы радостные, и с нами как-то легко, комфортно. У нас в сердце развивается любящая доброта, и это находит, на мой взгляд, отражение на лице. Ну, то есть вот обычно видно сразу, да. Название автора волшебной книги, я какую-то книгу упомянула? Я даже не поняла. А, портрет Дориана Грея? Ой, ну подождите, это же классик. Портрет Дориана Грея. Ну, это классика, я даже не знаю. Мне кажется, все читали в детстве. Он, по-моему, даже в школьной программе был, нет? Вот, но там суть в том, что человек нашел волшебный способ, ну, не важно, не буду рассказывать, почитайте. Так, и состояние, благие качества, напряжение, да, то есть расслабление. Ничего страшного, я тоже не читала кучу книг, и вообще я не очень-то, я читала очень много книг, очень много книг, но я не помню, как они называются, кто автор. Это вот у меня беда, я никогда не запоминаю. Я очень много читала, я все детство просто вот, вообще провела в книгах, но я не запоминаю, кто автор и как называется. Также, то есть, я два месяца в году провожу на Випассане, после Випассане, особенно после первых, у меня было такое ощущение, что я помолодела лет на пять, после вот каждой Випассане я молодела, Оскар Уаль, да, точно. Этого я, кстати, помнила, автор, видимо, было такое ощущение, что лет на пять. Сейчас уже такого эффекта нет, потому что, может быть, я не накапливаю столько напряжения уже между этими Випассанами, поначалу было прям очень сильно видно разницу. Вот. И, конечно же, йога. То есть, йога, вот если мне надо хорошо выглядеть, я накануне иду, занимаюсь так в группе конкретно йогой, я прекрасно выгляжу после этого. Это самое лучшее средство. И вообще, если у меня там, не знаю, какая-то раздражительность появляется, или начинаются какие-то там неровности в обстоятельствах каких-то. Я тоже сразу это на йогу, потому что это все отражается не только на лице. Эти напряжения, они отражаются и в обстоятельствах жизни, и в настроении. В общем, напряжение лучше не накапливать. Лучше иметь какой-то свой способ их выводить. Я стараюсь побольше двигаться, но тоже честно скажу, я бы хотела двигаться больше. То есть, у меня получается 4-5 раз в неделю ходить с палками, где-то час, может быть, полтора часа иногда даже. Как владеется. Да, это потому, что там все сразу и уходит. Так, с палками я хожу, вот йогой я занимаюсь, но хотела бы тоже больше. То есть, когда была группа, я ездила в группу один-два раза в неделю. Сейчас, когда нету групп, ко мне, у меня, представляете, вот так мне повезло, мой преподаватель йоги любимый живет недалеко. от нас, он приезжал ко мне, мы занимались индивидуально раз в неделю. Вот, но потом он побоялся, что у него коронавирус, и вот сейчас не приехал. И я сама с трудом занимаюсь йогой, вот мне трудно дается. Но я каждое утро читаю чантинг, я каждое утро обязательно занимаюсь яичком, и я каждое утро медитирую, причем, ну, я бы медитировала вообще час, но у меня вместе с чантингом получается как раз час. То есть, чантинг минут 20, и остальное медитация. Куда вы порекомендуете первый раз поехать на випасану? Знаете, мы всем рекомендуем, мы с мужем, всем рекомендуем, Аджан Хуберт, есть такой учитель, в Подмосковье он проводит випасану, сейчас у него, прямо сейчас идет онлайн випасану, не знаю, можно ли к ней присоединиться, но он наверняка будет проводить еще. он добрый и правильный монах. Можно поехать в любой коньянковский центр, тоже хорошо. Что такое чантинг? Чантинг – это тексты на пале, которые содержат основные идеи буддизма, но он имеет очень крутой очищающий эффект, то есть я его стала читать не потому, что я какая-то повернутая буддистка, то есть я изучаю буддизм, он мне очень нравится, в нем очень много классных идей, но я не рассматриваю как религию для себя, то есть у меня нет в этом религиозного контекста, но поскольку я очень чувствую все энергии и я чувствую, как на меня влияют разные инструменты, я когда стала ездить в монастырь, там все время читается чантинг, причем в первом монастыре, куда я ездила, он читался три раза в день, утром, в обеду, вечером, и я почувствовала, что это так классно влияет на мое состояние, то есть я с утра настраиваюсь на очень высокие вибрации, у меня очищается ум, он начинает смотреть в нужном направлении, потому что, конечно, в уме очень много у нас привязанностей к... Ну, сейчас не будем эту тему, ладно. Много жадности и недоброжелательности, и когда я с утра читаю чантинг, мой ум настраивается на то, чтобы двигаться в развитии благих качеств, на то, чтобы провести этот день в контакте с Богом условно, чтобы стремиться как-то очистить за этот день свой ум, то есть у меня появляется с утра правильный настрой, мне это очень помогает, то есть у меня сила воли вот так усенькая, поэтому, хотя муж мой так не считает, но мне кажется, что не очень сила воли, но мне очень помогает вот то, что я чувствую какую-то связь с Божественным, в том числе через вот этот чантинг, и потом медитация. То есть чантинг – это просто тексты. Где можно взять тексты? Тексты можно, в принципе, взять в интернете, я читаю чантинг традиции Тиравада, прям так и пишите, чантинг Тиравада, и есть тексты в интернете, и есть чантинг в iTunes, в YouTube, то есть, ну, чтобы послушать, как это звучит. Так, ну, это мы уже от красоты ушли. Девочки, а есть ли какие-то у вас именно по красоте вопросы? Может быть, в Facebook команда мне опубликует какие-нибудь вопросы, если есть. Или у меня вся аудитория очень уже продвинутая, и с красотой всех все. И так хорошо. Стареть кто-нибудь боится? Есть такие, кто боится постареть? Как ухаживать за подрямо с вами? Не знаю, так же, как за обыкновенными. Можно пропитание? Пропитание можно пропитание. Вы знаете, у нас больше даже муж сейчас этой темой занимается. То есть я вот хозяйка та еще за 40 с лишним лет так и не научилась. И у нас больше муж, у него ресторан был, он очень классно сейчас готовит, очень вкусно, и тоже изучает вот эту тему биохакинга, там, правильного питания. Он нас, меня конкретно, посадил на интервальное голодание. Но это не совсем интервальное голодание, это интервальное питание, где есть 16 часов, перерыв между ужином и завтраком. Тоже, кстати, очень хорошее средство для красоты, но больше не для красоты лица, хотя, наверное, тоже, но я больше это по телу ощутила, что я перестала поправляться, хотя ем все как всегда. Просто 16 часов перерыва между ужином и завтраком. И у нас в августе будет опять повтор марафона, у нас зимой был марафон, который вел муж, и очень хороший консультант по питанию Лана Бекавы. Вот они будут в августе повторять. Если у кого-то есть желание перейти на тоже интервальное питание, это не обязательно должны быть 16-часовые перерывы, они могут быть и 12, и 13, и 14, 15, и 16. Вот если просто кто-то хочет немножко увеличить вот этот интервал и чуть-чуть больше узнать про питание, приходите, в августе. Вот, люблю его, вздрелываю его. Классно, ура, уже меньше боюсь, отлично. Как вам удается сохранить такую шикарную физическую форму? Четверо детей. Ну, я, конечно, тут тоже, честно скажу, не до конца довольна, но у меня после третьего ребенка случился диастаз, если кто знает, это расхождение прямых мышц живота, и я очень много усилий прикладывала там и курсы специально уже входила и так далее, чтобы диастаз как-то победить без операции, но и мануальные терапевты и все остальные говорят, что надо делать операцию. То есть если я хочу, чтобы, ну, как бы они, там есть такая ткань между вот этими мышцами, если диастаз больше 7 сантиметров, у меня больше 10 сантиметров, то вот их уже, они уже обратно не могут сами стянуться, вот эти мышцы, их нужно, ну, как бы соединять, но я не хочу делать операцию, поэтому у меня, как бы, живот до конца не убирается. Но в остальном форма, чем поддерживаться? Ну, я очень люблю йогу, я уже сказала, я вот хожу, мне очень понравилась скандинавская хотела, меня Катя фоткова посадила на это дело, я даже прошла курс, стала инструктором, и мне правда нравится, это очень классная нагрузка, вот. И по утрам мы сейчас делаем зарядку, вот вместе с вами начали сначала карантин, 10 минут каждое утро, всего 10 минут. Просто в Ютьюбе мы нашли там девчонку такую классную, которая на разные группы мышц, мы их чередуем, тоже в подписке мы делились. Так, 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 сейчас, сейчас, сейчас. И летом жаркий период масла? Да, да, вы знаете, и летом тоже. Мне подходит, но я еще раз повторюсь, надо под себя подходить. Что за практика с яичком? Это отдельный разговор. У нас будет сейчас вот 7 лепестков женственности, будет такой квест-игра летняя 22-го числа. И там я буду побольше рассказывать про женские энергии, про вот эти вот практики. Приходите, пожалуйста, буду там делиться. Спасибо вам большое за комплименты. Какой очищающей косметикой пользуетесь? Гель для душа, умывания и так далее. Ну, это, знаете, тоже как придется. Я стараюсь выбирать что-то органическое, но не могу сказать, что у меня есть какие-то вот прям марки, которые только я покупаю. Мне очень важен аромат, как я уже сказала, поэтому я все нюхаю. И мне важен состав, чтобы не было там, да, вот этих СЛС, спарабенов и так далее. А так вот случайным образом можно сказать. Как ухаживать за зоной под глазами очень тонкой кожи, стесняюсь когда темные круги. Ну, у меня вот нет темных кругов, поэтому мне трудно ответить на этот вопрос. Я с этой проблемой не сталкивалась. А вот у моей дочери старшей они есть, но она как-то ухаживает как-то сама. Я вот не вникаю. Я уже 22 года, взрослый человек, она сама решает этот вопрос, поэтому не подскажу. Не подскажу. Я везде одним и тем же маслом мажу. Все. И здесь, и там, и везде. Так, четверо детей. Да. Старить меньше. Хорошо. Боюсь быть старой и не мудрой. Это да. Потому что некоторые, как же мы сказали, к старости мудреют, а некоторые тухлеют. Это что-то муж у меня такой, такое говорю, мне понравилось. Я, кстати, вот еще с подросткового возраста у меня была идея, что я хочу быть старушкой с веселыми глазами. У меня был образ старушки. И я, когда росла, взрослела, я все время наблюдала. Иногда я такая думаю, так, что-то со мной происходит не то. Я точно не буду старушкой с теми глазами, как я хочу, если я буду сейчас вот в эту сторону двигаться. Вот если я такая стану, я точно не буду старушкой с такими глазами, как мне надо. Я такая начинала корректировать как-то, искать выход. Потому что хорошая, такая сильная была мотивация прийти к такой старушке. Так. Как после родов правильно восстанавливаться? Ой, девчонки, прям нужно обязательно, во-первых, еще до родов консультироваться с правильными людьми. То есть это акушерки, есть там правильные процедуры после родов. То есть надо начать с того, что нужно родить правильно. Потом там первые дни после родов провести правильно. Я вот тоже не знала. Несмотря на то, что я с первых родов я рожала естественно, ну, как бы были естественные роды, вот какие-то нюансы я узнала только к четвертым родам. И их нужно изучать. То есть, допустим, нельзя три дня вставать. Ну, практически нельзя вставать после родов. А я после первых родов родила и пошла в душ сразу. На обратном пути выпала в обморок. Ну, Никто же не рассказал, что не надо вставать. А там выделяется сразу после родов такой гормон определенный, который при, когда мы принимаем вертикальное положение, его количество резко падает. И этот гормон, если его выделяется достаточно первые дни после родов, он на протяжении еще двух месяцев поддерживает состояние женщины. И я вот после того, как родила Маруську и не вставала лишний раз вообще, у меня никакой вообще даже намека не было на депрессию какую-то послеродовую. Не вообще идеальное было состояние. Я была в полной эйфории два месяца. Вот. То есть очень важно, как вы рожаете, как вы вот первые дни, первые часы и дни после родов проводите. Потом есть там процедуры правильные, пеленание, подвязывание живота. Это все нужно делать обязательно. Я не делала, поэтому у меня случился диастаз. Потом есть правильные специальные гимнастики. Я проходила, мне очень понравились курсы диастаза нет. Прям на русском убираете, диастаза нет. И у них хорошая методика. Прям действительно я почувствовала очень большой прогресс. Мой муж тоже выжидает чистый... А, ну да, это про голодание. Как относитесь к БАДам? К БАДам отношусь хорошо, но сама их не пью, потому что некогда изучить вопрос. Вот не поверите. Хотела бы, но некогда. Где найти упражнение? Я не знаю, где найти. Я училась много где индивидуально, с очень классными мастерами. Вот, но сейчас никого не подскажу. Если вы познакомились... Ага. Ага. Это я... Давайте отдельно такие вопросы обсуждать. Как часто делать маску пиволосу? Ой, не очень часто. Ну, может быть, пару раз в месяц. Как смыть маску? Шампунем на лепестках. Будет новая программа или с прошлого года? Будет с прошлого года, но, как обычно, вот как и легкая жизнь женщины у нас была совсем другая, так и лепестки, они будут все-таки другие. Во-первых, будет 4 вебинара в ходе вот этой недели будут новые темы, и я буду на связи, то есть я буду где-то в Телеграм, не где-то, а в Телеграм, буду отвечать на вопросы, оставлять много каких-то дополнительных аудиозаписей, да, и я думаю, что даже если вы приходили, приходите, не пожалеете, как в этой игре-квесте поучаствовать, а у нас есть ссылочки в шапке профиля, и можете в комментариях спросить, мы вам тоже пришлем, у Птана это средство для умывания, ну в общем да, но у меня есть и пенка тоже, пенки тоже покупаю, вот как я сказала, какой-нибудь органик, но все время что-то разное, стоит ли заниматься духовными практиками во время месячных, о боже, а почему бы нет-то, что не во всех традициях приветствуется, ну я не знаю, что вы имеете ввиду под духовными практиками, но медитировать можно в любые дни абсолютно, мои практики разрешают в любое время заниматься ими, я про то, что в каких традициях не разрешается, ничего не знаю, да, наверное, про косметику, главное, старости быть весел, согласна, не стухнуть, боюсь постареть, так как чувствую, что как будто не проживаю свою женскую привлекательность, вот, вот приходите на наш вот этот недельный марафон, и потом у нас в июле я хочу сделать вообще новую программу, там будут все равно, я говорю все время про одно и то же, про любовь к себе, про работу с состояниями, но там я хочу сделать программу именно про женскую, именно про женскую, как себя влюбиться, как начать вот чувствовать какое-то тепло по отношению к себе изнутри, чтобы вы прям вспетились, вспетились, приходите, мне кажется, это очень важно, мне кажется, что пока женщина не начнет вот так себя ощущать, так к себе относиться, очень сложно создать классные отношения, потому что никто, никакой мужчина не может нам дать этого чувства, мы только его можем вырастить изнутри, и когда мы его вырастим, тогда рядом с нами окажется правильный мужчина, вот, так что, но это не только важно для отношений, да, это вот быть в гармонии со своей природой женской важно не только для отношений, важно вообще для всего, потому что у женщины есть совершенно потрясающие силы отдельные, вот, то есть мужчина своя сила, у женщины своя, и если мы не в контакте со своей природой, мы просто как бы, понимаете, вот у нас есть, я не знаю, там, целая фабрика по производству счастья, а мы как бы ее закрыли и пытаемся тут на каком-то драндулете там, из него какую-то энергию, не нашим методом пытаться достать, вот, поэтому, конечно, очень важно узнать себя, очень важно себя узнать и вообще понять, а что такое вообще женственность, что это такое, как, это что, это быть там какой-то красивой, вписываться в какие-то стандарты, или, или что такое, что такое женственность, и что она бывает очень разная, да, все реализованные женщины, они разные, это классно, это классно, это как цветы, все цветы разные, во-первых, есть разные породы цветов, да, и, во-вторых, даже цветки одного и того же вида, они все равно отличаются, они все равно разные, поэтому, мне кажется, это так важно, вот, чтобы женщина нашла себя и, как бы, успокоилась, успокоилась, все, я поняла, я вернулась домой, вот такое ощущение, я дома, я дома, я в своем теле дома, я в своей душе дома, я в своей голове дома, и тогда все вокруг тоже становится на места, я после кесаря через полсуток перевелась в отделение палации с ребенком, вы веган? Не, я все ем, у меня больше зависть к добрым, светлым сердцам, мне пока много усилий нужно, конечно, уже легче, но прям так стремлюсь к раскрытию сердца, умению любить, принимать, страдать. Ой, Ларис, привет, ну, я тут тоже с тобой в команде, так скажем, потому что я прям с самого детства хотела быть доброй, но я не была доброй, это развитие, это развитие, и именно было развитие, то есть у меня был очень сильный ум, но я не была никогда добрая, и только благодаря какому-то, ну, встрече с мужем, во-первых, во-вторых, вот, медитации и учителям моим, мне, я поняла, что это можно развить, что это определенные качества ума, это медитация, да, практика любящей доброты, вот, кстати, супер, супер средства красоты, это практика любящей доброты, делайте каждый день по пять хотя бы минут, и с годами обретете невероятное сияние, вот, самый главный, самый мой главный рецепт красоты, вот, я сейчас, вот, мне кажется, намного привлекательнее, чем была 15-20 лет назад, хотя я была, ну, наверное, красивая, по-моему, но качества не было нужно, вот, поэтому Лариса это дело наживное, было бы желание, а потом, мне кажется, все тоже с этим уже очень даже неплохо все, делаете ли вы пилинги, как к ним относитесь, специальные не делаю, вот, ну, как бы, можно считать, что у Птан, да, вы когда наносите, это там не такой скрабель небольшой, а так нет, не делаю, ни разу ничего не могу сказать, я ничего про них не знаю, может быть, это и хорошая вещь, мне просто как бы не нужно, будут утренние медитации во время лепестков, а хотите, хотите, будут, скажете, надо, будут, лепестки, ну, вот, классно, кому понравилась легкая жизнь, приходите на лепестки, потому что это совсем про другое, и тоже важно, и это очень классная летняя тема, то есть, когда, как не летом чувствовать себя женщиной, в православие нельзя прикладываться к иконам в женские дни, а, ну, может быть, я про это ничего не знаю, про это ничего не знаю, а как научиться наслаждаться сегодняшним днём, и не откладывать на потом, вот, я для этого делаю программу на июль, девчонки, вот как раз про это, про то, как наслаждаться сегодняшним днём, про то, как прийти вот к этому состоянию, когда вы внутри себя дома, вам хорошо самой собой, везде, занимаясь любыми делами, вот про это, про это в июле, я хочу, это будет такой курс очень практический, то есть, там будет не очень много теории, там будет много-много заданий, почти каждый день какое-то маленькое задание, и про всё будет, и про тело, и про душу, и про хозяйство, и про детей, и про отношения, про всё, будут задания, 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 вот, так что, вот, будем учиться, диастаз только внешне привлекательный или для здоровья плохо, я изучала этот вопрос, я пришла к выводу, что для здоровья это не очень вредно, если, ну, как бы, в целом тело в хорошей форме, да, то есть, там нет никаких, ничего, не грыж, ничего, то, в принципе, это только эстетический момент, но у меня ещё ушёл центр, то есть, вот, когда у меня не было диастаза, у меня было такое ощущение сильного центра в животе, да, что вот есть центр, сейчас у меня нет этого ощущения, я бы хотела его вернуть, но я не хочу делать операцию всё-таки, вот, поэтому я тут вот думаю, ну, мне пока хватает того, что у меня есть, так, благодаря Мете кожа засияла, А, да, Оксана, спасибо большое, что напомнили, вот как раз у нас была, был тут выпускной после курса, и вот Оксана как раз делилась, что стала сиять кожа, появилось сияние, люди спрашивают, что случилось, случилось то, что практика нет, ты вошла в жизнь, утренняя медитация, все, я поняла, хорошо будут, тогда будут, хорошо, я тоже хочу что-то добавить, вот как мы добавили в легкую жизнь, вот можно добавить с утра, ну, вот так, утреннее, хорошо, есть уже ссылка на юридическую программу, нет, пока нет, приходите в 7 лепестков, вот когда закончится, тогда будет ссылка, какой из ваших программ про чувство вины, смотрите, чувство вины, с чувством вины сложно работать непосредственно, мы, нами легко манипулировать чувством вины, пока у нас нет опоры на самих себя, вот если у нас источник любви снаружи, да, то есть вот кто-то меня одобрил, я чувствую себя хорошо, не одобрил, я чувствую себя плохо, вот источник, если опоры внешний, то тогда нам очень легко манипулировать чувством вины, и чувство вины накапливает, все становится много, мы очень боимся быть виноватыми, потому что в этом случае мы потеряем источник любви, если у нас выращивается опора изнутри, мы перестаем зависеть вот от этого внешнего источника, и тогда чувство вины мы постепенно отпускаем, потому что ответственность за свои поступки не предполагает чувство вины, если я ошиблась, я беру ответственность, исправляю ошибку, я не обязана чувствовать себя виноват, то есть чувство вины это абсолютно лишнее, ненужное чувство, и оно уходит из жизни, когда у вас внутри появляется опора, когда любовь, источник любви у вас внутри, и тогда нет никаких проблем с чувством вины, то есть для того, чтобы решить проблему с чувством вины, надо сначала вырастить вот это любящее пространство внутреннее, то есть вот так, а про это будет июльская программа, и любовь к себе курс, ну а управление состоянием, это, конечно, вообще сразу все в одном флаконе, вы ведете ежедневник или планер, у меня есть помощница, она ведет мое расписание, а так нет, нету, но у меня были периоды, когда я вела, планировала, мне очень важно было это делать так по-женски, чтобы все было красиво, но сейчас я не веду, сейчас я не веду, но я очень много могу всего держать в голове, у меня такой ум, я была там хорошим менеджером проектов, я была хорошим вообще менеджером, именно потому, что я могу очень много держать в голове, мне это не трудно, то есть я как бы вот прям еще благодаря медитации развивается такая способность, что вы всегда вовремя вспоминаете про важное, раз и вспомнили, надо сделать вот это, надо сделать вот это, надо сделать вот это, вот, поэтому я не веду, так, да, я уверена, что про диастаз много всего, да, надо поискать, просто есть курсы хорошие, конечно, ну вот про опущение, у меня нет этой проблемы с опущением вообще, потому что я занимаюсь женскими практиками, поэтому у меня такой проблемы нет, так, спасибо вам, спасибо вам, да, я очень хочу, чтобы лето было у нас замечательное, классное, легкое, потому что что бы там ни происходило снаружи, когда это затягивается, то есть, когда это переходит в какой-то такой режим, знаете, такой уже долгосрочный, очень важно махнуть на это рукой, условно там забить и начать жить счастливо, начать искать легкость, радость, удовольствие, наслаждение в сегодняшнем дне, в этом моменте, я очень хочу сделать вот этот курс, чтобы у нас у всех это получилось, независимо от обстоятельств, так, Дуипас, он тут голосует, хорошо, о, хорошо, хорошо, очень рада, так, медитации утренние все хотят, это я поняла, хорошо, спасибо вам, спасибо всем огромное, вот, опять, как обычно, все у меня сводится к духовному росту, но, честно, вот, так я решаю все вопросы, особенно мне нравится, что вы чего-то не знаете, ой, я много чего не знаю, вы что, девочки, впервые попал к вам на другой эфир, очень приятно, спасибо, приходите, приходите, 7 лепестков, вообще бесплатные, приходите, куда можно перечислить донейшн на развитие проекта, о, спасибо большое всем, кто задает такие вопросы, очень хорошо, good karma, good karma, как говорит мой учитель, у нас в телеграме есть ссылка, но я попрошу девочек, если нужно опубликовать и в инстаграме, у нас есть канал в телеграме подписка развития благих качеств, и там есть в прикрепленном сообщении ссылка, как можно нас поддержать, вот, но мы можем и в соцсетях тоже, спасибо девочки, спасибо вам огромное, мы 50% со всех доходов от подписки переводим в монастыри и поддерживаем учителей и монастырей, которые сейчас в этом очень нуждаются, вот, так что это на очень благое дело пойдет, а вторая половина на то, чтобы сама подписка у нас существовала, вот, спасибо вам, спасибо за вашу доброту, за щедрость, за тоже поддержку такую, очень всегда, очень всегда приятно, приятно для вас вести эфиры, давайте тогда увидимся 22-го, когда у нас начнется, а, может быть, еще будет эфир, не знаю, сейчас точно не скажу, может быть, еще до 22-го будет какой-то эфир, вот, ну, в общем, всем прекрасного дня, оставайтесь красивыми, ищите вот эту вот опору внутри себя, чтобы, а, делайте мету, мету обязательно, любящую доброту, и сияние обеспечено, все, обнимаю всех, хорошей всем недели, замечательной, 7 лепестков, это про женственность, про женственность, ну, у меня все про душу, да, ну, под разным соусом, это будет про женскую, про женскую природу, понять, какая я женщина, все, всех обнимаю, всем классного, классного дня, пока!